окей здравствуйте всем сейчас кто сейчас и кто в записи здравствуйте что давайте начнем сегодня хотел хочу такие короткие инструкции по направлению внимания без каких-то подробных объяснений просто тогда основное такое основная позиция которая предлагаю в общем то я каждый день предлагаю на сейчас хочу как-то указать на нее специально что вот все на что мы направляем внимание фактически направляется в сознание все что мы видим это сознание появляется все что мы чувствуем сознание все что мы слышим в любом канале восприятия и наши мысли чувства переживания кит тоже там поэтому это основной такой фрейм дальше следующий такой аспект это мы направляем внимание на какой-то аспект вот это восприятие визуально и слуховой там физически какой угодно и наблюдаем что это делает что меняется и что это меняет само направление внимания и как-то это исследуем окей поэтому давайте начнем с позы напомню основные основные аспекты этой позы устойчивость внизу и прямой позвоночник соответственно вот это сочетание опорности устойчивости и алертность включенности можем поискать это в теле затем посмотрим вокруг себя переключим канал и заметим как само переключение канала восприятия действует вот визуальный канал когда мы видим окружающее пространство так как оно есть причем стараемся замечать пространство со всех сторон напоминаю себе что она по бокам сверху снизу сзади даже когда мы не видим что-то мы можем ощущать себя в пространстве и можем обратить внимание на этот аспект я в пространстве вы в пространстве затем глядя перед собой можем отпустить взгляд позволить ему немножко как-то расфокусироваться почувствовать что само отпускание взгляда это расслабление взгляда тоже что-то может действовать как-то действует на нас затем позволим глазам закрыться обратим внимание на изменения когда визуальный канал ушел то что начинает приходить в сознание какие феномены какие аспекты опыта сейчас обратим внимание на общее состояние то что мы называем общим состоянием и я сравниваю это с погодой если мы выглядываем в окно бывает смотрим какая погода если сейчас мы смотримся в свою внутреннюю погоду просто отметим какая она прямо сейчас как стараюсь делать это безоценочно просто отмечая факт вот так то я себя чувствую сейчас давайте вздохнем несколько раз повздыхаем глубокий вдох более глубокий и мягкий отпускающий выдох такой истекающий отпускающий дамы позволяем дыхание как будто истекать как этот выдох сам по себе действует на нас что меняется затем приведем внимание в точке опоры почувствуем их если как-то не очень хорошо чувствуется опорность можем сжать ягодицы втянуть промежность посильнее прям на несколько мгновений прям сильно-сильно тянуть все потом отпустить этот по контрасту можем как-то ярче сильнее глубже это почувствовать процесс усаживания постепенно то есть когда мы чувствуем это усаживание то как именно это переживается и как это влияет в целом на нас затем начнем подниматься вверх по позвоночнику внимание осознавая чувствуя как это влияет на физические аспекты дыхания там ощущения в позвоночнике в целом спине также и на вот может быть внутренние переживания в целом когда дойдем до макушки головы будто подвесим подвесим макушку и голову подвесим когда все тело как будто бы свисает вниз под головой и затем объединим своем внимании в своем сознании осознание два аспекта или два вектора внутреннего движения макушка растущий вверх и вес тела стекающий вниз тут же появляется третий аспект это позвоночник объединяющие эти два вектора все время создающий чувство тут внутренней оси внутреннего стержня если объединив этого внимания собираешь собрав эти три элемента мы позволим им как-то соностроиться как-то договориться между собой найти баланс дадим себе на это время и можем почувствовать как этот баланс находится сам собой когда мы просто оставляем это в своем внимании сам сознание при этом отпускаем какое-либо такое управляющее действие когда этот баланс находит тело само и опять мы можем чувствовать как эта физичность нашего положения телесность к воплощенность телесная как она действует на нас на общее состояние как сама форма тела такого сидящего определенным образом как это влияет на ваше переживание себя какие-то создает за оттенки аспекты переживания что это воплощает реализуют собой продолжаю так сидеть поддерживают эту форму держи без каких-то особых усилий ведь она держится сама основном при этом давайте пройдем по участкам тела по зонам тела наблюдая что в них меняется когда мы к ним прикасаемся вниманием когда мы наполняем их вниманием а также может быть связь между изменением в конкретном участке тела и влиянием этих изменений на изменение общего состояния начнем с глаз мышц вокруг глаз пространство за глазами нижняя челюсть если мы ее отпустим позволим зубом рожаться этого мы начинаем каждый щепот colours язык во рту, если мы почувствуем его весь от корня до кончика и этот корень языка, как он уходит куда-то туда в глубину, прикрепляет сильно куда-то к нижней челюсти. Мы можем чувствовать язык и челюсть как единое целое, такое нечто тяжелое, чувствовать их вес. Лицо, мышцы, кожа, затылок, шеи, плечи, плечи могут потечь вниз и снова мы можем вспомнить про голову, которая мягко всплывает вверх, за макушкой именно, важно не задирать подбородок, не наклонять голову вниз, а утапливать подбородок внутрь. При этом, если плечи стекают вниз, мы можем побыть немножко с дыханием в плечах, когда они поднимаются, опускаются на несколько миллиметров, чувствуя, что происходит между плечами и шеей, вот в этом пространстве перехода плеч в шею, или шеей в плечи, как дыхание меняется здесь. И руки, ты. плечевых суставов вниз к пальцам и можем почувствовать, как руки лежат спокойно в ладони, можем почувствовать вес рук, температуру, какие они сейчас теплые, прохладные. И все ощущения в ладонях, в пальцах, в руках в целом. Может быть просто вот это чувство спокойствия в руках, даже если в руках есть какое-то движение внутри, ощущение движения, но в целом, когда руки просто лежат спокойно. Вот это спокойствие в руках, влияет ли это как-то на нас в целом. И спина, как она дышит сейчас, мы почувствуем поток дыхания в спине. Мы можем осознавать само движение дыхания, при этом замечать, что внимание к дыханию в спине способствует какому-то изменению ощущений в спине. Какие-то мышцы могут смягчаться, само дыхание может меняться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снова вернемся к лицу, почувствуем его целиком, вместе с челюстью, языком. Пойдем за дыханием через горло. Чувствую, как движется воздух в горле. Как стекает грудную клетку, как грудная клетка поднимается, опускается. Солнечное сплетение, живот. Побудем немного в животе, побудем чуть подольше. Как бы наполняя живот вниманием. Можем отпустить стенку живота, прям специально. Если он тянут, можем почувствовать это, осознать, что живот тянут. И на какое-то время специально его отпустить. И в то же время почувствовать весь объем живота, постараться куда-то в самую глубину живота, внимание, опустить. И в то же время почувствовать весь объем живота. Пах, промежность. Снова ягодицы. Ощущение опоры, плотности контакта. Ощущение веса тела. Мы прошли всю верхнюю часть тела. Сейчас мы можем чувствовать, как вес всего тела стекает вниз. Притекает сквозь тазовые кости, ягодицы. Притекая в эту поверхность, можем почувствовать этот контакт с поверхностью, на которой мы сидим. И вот это ощущение переживания, доверия. Эта поверхность, она предлагает нам себя сейчас. Она говорит, я здесь, я тебя держу. И утверждившись в этом, то есть, заметив это, что нас уже сейчас держит земля. Держит стол или подушка какая-то. Мы можем действительно отдать вес. Сказать «да». Я отдаю себя. Отдаю вес тебе. Держи меня. Если вы чувствуете это переживание, опорность этого сидения, плотность контакта, веса тела, чувство гравитации. Вот сейчас влияет ли это как-то опять же на ваше общее переживание себя, общее состояние. Затем ноги от азобедрых суставов к стопам. Если вы сидите на стуле, то здесь стопа имеет смысл тоже почувствовать, как плотность контакта. Если как-то свернув ноги в какую-то позу, то мы можем чувствовать всю поверхность касания с опорой. А теперь давайте снова вернемся к телу как к целому. И это наша базовая структура сидения. Когда мы переживаем устойчивость внизу, позвоночник вырастающий вверх, как такой стебель, растение, дерево или цветка, кот или еще чего-то. Такого тянущийся вверх и голова мягко растущая вверх с макушкой. И одновременность этих факторов укоренения вниз, вырастания вверх, позвоночник как внутренняя вертикальная опора. При этом сейчас все тело, мы можем чувствовать, как единое целое, все мышцы тела могут как будто мягко так стекать вниз. Можем сидеть как гора, стойчиво, в то же время ненапряженно, открыто. Если вам тяжело в какой-то момент становится сидеть неподвижно, то пошевелитесь просто специально, так сознательно, осознанно. Поэтому возвращайтесь к неподвижности. Если сидеть хорошо, нет этого, ну как вот, вы не доходите до такого очень неприятного переживания, максимально неприятного, то продолжайте сидеть неподвижно, это хорошо. Когда мы можем учиться быть с любыми переживаниями, это просто чувство их как какие-то изменения текущие через нас. Прямо сейчас в этой неподвижности, неподвижной форме сидения, в этой горе, можем чувствовать множество внутренних движений. Тело постоянно, ежемагновенно ищет и находит баланс. После того, чтобы держаться вертикально, есть микродвижения. Так же сами ощущения, ощущения меняются, пульсируют как-то то больше неприятных, то больше приятных, разных. И один из таких заметных потоков внутренних – это дыхание. Мы, наверное, какое-то время уделим ему внимание, чувствуя, как этот поток движется. И, знаете, как вступая, входя в этот поток дыхания своим вниманием, мы можем распознать, распознавать, как нам с этим потоком быть, как лучше с ним быть, чувствовать его, переживать его, двигаться с ним в каком-то маленьком участке, удобнее быть в ноздре, грудная клетка, живот, спина. Или со всем потоком, как он переживается, как целый поток дыхания. Как вам в этот раз, сейчас, удобнее чувствовать дыхание. И кроме вот этого удобства, удобства расположения себя в дыхании, можем чуть больше включить любопытство, интерес. Такое любопытство, когда мы вкушаем что-то, пытаемся почувствовать вкус, оттенки вкуса, распробовать как следует. Точно так же можем распробовать, вкушать свое дыхание. Как вчера говорили, отведать его. Вот как переживается вдох. Какими он наполнен оттенками переживания. Выдох. Выдох. Продолжение следует... Дыхание — это то пространство, к которому мы можем возвращаться, или скорее «ф», к которому мы можем возвращаться при любых отвлечениях. Здесь мы можем начать улавливать такую, знаете, безусильность всего происходящего. Первое — само дыхание. Ведь оно течет само по себе. Если мы не пытаемся им как-то управлять, руководить, контролировать его, то оно просто течет. Нам не нужно прикладывать усилия для этого, чтобы оно текло, двигалось наше дыхание. Само внимание, когда мы уделяем вниманию, внимание этому, вот мы его как бы просто опускаем туда в дыхание, позволяем ему там быть. Тоже может происходить без усилия. Нам не нужно держаться за дыхание. Просто естественное переживание. Вот дыхание есть, и я просто чувствую это все. Мне не нужно специально создавать усилия, чтобы чувствовать. Просто чувствую это все. Суждение, если внимание отвлечется куда-то, например, мысль придет. Мысль тоже приходит сама, без спроса. Вы ее не создаете как усилием воли. Она просто приходит и захватывает ваше внимание. И вы как бы туда погружаетесь. В мысль. Но опять же, что-то потом внутри мысли вспоминает. Я медитирую, или там, я дышу, дыхание. Но вспоминает это без слов. Но в какой-то момент вы осознаете, что вы сейчас думаете, и что у вас есть дыхание. И в это же мгновение мы можем вернуться к дыханию, опять же, без всякого усилия. Вот вспомнили себя, вернули их дыхание. Тогда во всем этом процессе выисчезает такое излишнее напряжение, излишние попытки контролировать что-то. Это наше присутствие. Оно просто происходит, просто рождается само. и как-то меняется, движется. отчетные tighterilingи, у меня и не brianza, какие-то тысячи моменты. за минуту Приграção. Да. Почему? Не��falls наaré xucomeа, возьму phonем, ei впрочу Steve, катя это нарядkan. С joyful ! Somehow журнан, горжа, есть лучшее Florida. ребёнка готова. Продолжение следует... Хорошо, а теперь попробуем, постараемся без усилий опять же расширить свое внимание, расширить пространство осознавания, пространство осознания, переживаемого опыта, просто через большее включение других каналов восприятия, включение их в зоны осознавания. Но стараясь сильно... Когда я говорю слово «стараясь», сразу же может включиться какое-то усилие. Но если мы будем продолжать это делать безусильно, улавливать этот баланс между тем, что я делаю, и оно как бы само. Так вот, дыхание может оставаться основой такой. Вот это пространство дыхания. Мы в нем. Но также одновременно с этим существует пространство наших ощущений тела как единого целого. Это тоже как пространство, наполненное ощущениями. И опять, для того, чтобы чувствовать, нам не нужно прикладывать каких-либо усилий. Если мы добавим сюда еще и слушание, мы тоже заметим, что слушание само собой происходит. Просто слышим мир. Мир звучит сам собой, а мы слушаем его сами собой. Причем можем слушать так очень открыто, как-то безусильно расширяя, раскрывая свое слушание куда-то бесконечности. При этом дыхание по-прежнему здесь. Наше сидение в этой форме, в этой позе тоже здесь. И потом, если для вас это сейчас как-то хорошо и уместно, позвольте глазам приоткрыться мягко. Если мы опять же не будем создавать усилия, чтобы смотреть, чтобы как-то хвататься взглядом за какие-то объекты. Просто видеть пространство. Но если для некоторых, я знаю, что для некоторых тот визуальный канал, он слишком интенсивным становится. Если вам как-то с этим тяжеловато, то просто закрывайте глаза. Тем, кому нормально, мы можем посидеть вот еще буквально минутку со всеми открытыми каналами восприятия. Слышать, видеть, чувствовать. Переживать эту внутреннюю погоду, как она меняется. Переживать жизнь, переживать себя, как она есть. Жизнь, как она есть. Я, как есть. Бытие, как есть. Всего лишь одну минутку, когда мы можем отпустить всякое делание, всякую работу и просто побыть. В это бытие я погружаюсь каждое мгновение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Очень хорошо. Теперь давайте снова позволим глазам закрыться. Почувствуем, что это меняет. Опять положим одну руку на грудь, другую на живот. Немножко так поищем вот эти точки соприкосновения, где они переживаются, как такие какие-то хорошие, правильные. где руки лежат как-то на правильных местах. Как будто. Эти точки, они не сразу могут найтись. хорошо. И вот так почувствуем себя еще, когда мы касаемся себя, держим себя в руках, как-то обнимаем себя. вот эти метафоры, они могут сейчас сильно в этом прикосновении как-то выражаться. Переживание. Переставать быть просто метафорами, становиться переживанием, переживаемым опытом. когда я с собой, я здесь. Я чувствую себя, чувствую это бытие, текущее через дыхание, текущее жизнью через меня, через мое осознавание себя. Если мы сейчас представим эту сферу осознания, сферу сознания, себя как сферу, как пространство, все, что мы осознаем, это пространство осознания, как пространство комнаты, если это пространство заполнится светом, заполнится и весь, как сказать, контент, все содержание этого пространства осознаваемого станет просто светом. меняет ли это что-то? Влияет ли как-то на вас, на ваше состояние? Даже если это образ не яркий, просто думайте про это. хорошо, а теперь, если мы вытянем одну руку вперед, и этот жест такой, когда одна рука лежит на теле, другая направлена к миру, сам по себе этот жест что-то выражает, как такой язык телесный, выражает определенные отношения, когда я с собой и я с миром одновременно. Мы можем почувствовать, как язык тела действительно воплощает некие переживания, может быть, некое состояние, чувство отношений. И вот теперь, если мы снова вернемся к этому образу света и представим, что этот свет где-то внутри сосредоточен, что его источник там, дальше он может распространяться вокруг в пространство, где вы сидите, дальше, дальше, дальше уходить за пределы этого пространства, куда-то на улицу, там, где у вас улица, дома, какие-то другие пешеходы, машины, что у вас есть, деревья, все окружающее пространство, люди, незнакомые, знакомые, всякие, другие существа, кошки, собаки, птички. И дальше этот свет может расходиться дальше, дальше куда-то в бесконечность по этой земле, по этой планете, которая дала нам жизнь, дала нам приют на какое-то время. Может приходить в разные уголки, может быть, где вы бывали, которые вы любите, или которые вы видели, не знаю, где-то в кино, где вы никогда не были, но хотелось, может побывать, или просто которых вы как-то знаете. И этот свет может прийти также туда, где сейчас очень трудно, где война, где людям, где людям тяжело, где люди страдают, где много боли, страха, ужаса, гнева, ненависти. Этот свет может туда прийти и осветить все, согреть все и всех, кем бы они ни были. Этот свет может согреть их сердца, хотя бы в нашем воображении сейчас. Все это происходит, если мы управляем этот свет туда, то как это отражается в нас сейчас прямо. И дальше я предлагаю сформулировать намерение о том, что важно было бы привносить в жизнь себе и другим. И я буду произносить свои слова, вы следуете за ними или говорить что-то свое. Лучше если это будет ваше. Хочу принести больше мира в свое сердце, больше спокойствия, больше гармонии, больше любви и доброты, больше дружественности в свое сердце. Хочу принести больше дружественности, любви, доброты в сердца других людей, смягчить их. Пусть они смягчатся, пусть они наполнятся этой дружественностью, жизнью, пусть у них чуть будет чуть больше мира в этих сердцах. хочу для себя больше переживания свободы, внутренней свободы, внешней свободы. Хочу, чтобы другие существа, другие люди чувствовали больше свободы внутренней и внешней. Хочу здоровья себе и здоровья другим. Пусть живые существа, чувствующие существа будут здоровы. Хочу, чтобы война остановилась, чтобы она закончилась, чтобы наступил мир, чтобы он наступил внутри нас и снаружи. Пусть наступит мир. Что-то еще рождается, какие-то еще слова для вас, для, может быть, каких-то из ваших близких или для всех существ. Приносить их потом мы можем опять положить вторую руку на себя, почувствовать еще раз вот эти два прикосновения куда-то, там, грудь, живот, может быть, снова собрать себя вот здесь, где вы есть в большей степени собраны. и давайте представим сегодняшний день, его начало, для многих он начинается, только если у вас в вашем часовом поясе он заканчивается или там подходит уже к концу, можем представить завтрашний. Давайте вот возьмем просто один день, как такой, период времени, который можно охватить вниманием, обнять вниманием. И если мы представим его, скорее всего, он будет приносить нам какие-то неожиданности, на которые нам нужно будет реагировать спонтанно. Но в то же время у нас может быть какое-то направление внутреннего движения, что важно реализовывать, привносить собой через свои простые действия, свои отношения с близкими, с кем мы постоянно соприкасаемся, с какими-то родными, друзьями, домочадцами, с соседями, с какими-то, не знаю, с продавцами в магазинах, с какими-то людьми на улице, может быть, с более широким кругом, так же в целом, как и что привносить в жизнь через соцсети, через какую-то свою реализацию в жизни, через свою работу, через свой отдых, через свою заботу о себе и о других, что важно, что важно. Эти вопросы, они могут просто нас двигать сквозь день, может быть, сейчас на них не найдут сотаж ответов, только наметятся. Если мы будем задавать их два вопроса себе, как я сейчас, как я переживаю себя сейчас, какое текущее переживание. Второй вопрос, куда я движусь, что я воплощаю, что важно. Эти вопросы могут помогать нам двигаться по пути своему. Окей, давайте вздохнем поглубже и потом погладим себя так по всему телу как-то разгладим, разотрем какие-то участки, которые, может быть, затекли. Потянемся, может, позевать захочется. В какой-то момент позволим глазам открыться, если они закрыты, до сих пор оглядимся в пространстве, как оно сейчас видится, может быть, немножко меняется зрение и свое переживание в пространстве, как вы в нем себя чувствуете, может, как-то чуть поживее, по-другому, чем было. Окей, ну и завершающая часть, поговорить. Галина, включайтесь. Доброе утро, Валера, доброе утро, группа. Вчера я поймала это состояние легкая голова на какое-то там мгновение-мгновение, но я его ощутила. И вот в дни дня, когда приходили сигналы, вот именно я ощущала вот эту тяжесть, раз так, текающаяся вниз, такая тяжелая, и вдруг раз, как-то так, легкая голова, я вот выныривала, вот это вот, ну, физически, как-то делала, скроминала, вы знаете, работает, работает. Вот. Так что за легкая голова это отдельное спасибо. И еще я отметила вот сегодня качество вот этого состояния спокойствия изменилось. Я вдруг поняла, что то спокойствие, когда у меня там было в Чернигове три недели под бомбежками, то это было, ну, из состояния контроля, просто себя вот так вот собрала и контролировала, не позволяла себе, да. Потом был период, как я понимаю, как-то этот вот, когда контроль отпускала, я выходила без спокойствия. Видимо, если посмотреть наши записи, по мне, наверное, было видно эти мои состояния. Вот. А сейчас вот это спокойствие, оно сегодня, когда мы сидели, оно вот более теплое, оно такое более живое, оно больше естественное и действительно как-то пульсирует и живет иначе. Вот такие мои наблюдения, такими изменениями. Спасибо, Галин. А скорее, пожалуйста, вот так вы говорите, что голова, когда голова легкая, это работает, вот это работает для чего? Что это меняет? Во-первых, это мне дает паузу перед какой-то реакцией на сигнал. Вот просто потому что, когда сигнал приходит, я аж быстро, быстро реагирую. И вот тут я просто... Сигнал какой-то, что вызывает стресс там какой-то? Ну, какая-то информация внешняя, да. Когда хочется тут же что-то сказать, что-то ответить, как-то там ба-бах телом сделать, но я, я, конечно, ощущаю, что этот сигнал на меня давит, и вот все тело становится как-то вот тяжелым, сжимается, как-то неприятный сигнал. И может даже, вот как бы, я не знаю даже, как на него реагировать. Как-то идет, вот в воду, скорее всего, идет поиск, так же, как вот реагировать, да, потому что пережевывать его, проживать его, как-то так, да, ну, впускать в себя, это, понятно, это реальность. Потом вопрос, насколько впускать. Иногда очень хочется просто сказать, так, все это не хочу, не буду, это меня не касается. Вот, но понимаю, что если оно приходит, надо с этим как-то взаимодействовать. И вот это вот как-то, вот когда вот такая вот, ну, тотальное замешательство, да. Я уже просто отловила это в теле, как тело как-то начинает, ну, как-то корежить, все, как-то длиннее. И вот это вот, раз выныривание, так все, вот так, что-то у меня в голове, голова легкая, вот именно вытягивание позвоночника, как бы выныривание, я становлюсь как-то выше, и как-то из другого состояния могу на это реагировать. но это вот именно через тело, потому что когда вот из этого, вот я просто реально, да, даже вот неприятный разговор вчера был, как-то меня так это все прибило, я его завершила, а потом все-таки там подышала, постояла, подумала, вот так вот вынырнула, посмотрела на это как-то, вот реально чуть ли не сверху там, да. И потом был второй раунд уже переговоров, и он уже был более, ну, совершенно из другого состояния. Первая реакция, конечно, вот не надо, но не хочу. А тут уже есть какой-то выбор, понимаете, вот тут есть уже выбор, как-то появляется, ну, другой путь самодействия, другой вариант, скажем так. Угу. Понятно, спасибо. Ну, это вот, я думаю, что это важный такой момент, почему мы, собственно, почему я предлагаю вообще всех этих настройках в основном на теле концентрироваться, да, вот мы там заземляемся именно в этих телесных процессах, мы пытаемся как раз распознавать взаимосвязь этих телесных переживаний и того, что мы называем сознанием или там общим состоянием каким-то, ну, я вот об этом уже там не раз говорил, что вот можем рассматривать нашу жизнь, вообще наше существование, проживание жизни в двух модусах, в истории и в этом, в присутствии, и, конечно, тело, оно нас возвращает в присутствие, но в присутствие получается, что у нас могут быть разные качества присутствия этого, да, и вот как раз тело, оно нам показывает разные качества присутствия, здесь, мне кажется, вот мы можем так распознавать, распознавать, что нам помогает, для чего-то, а что, вот там, как не помогает, наоборот, делает хуже, да, и вот, соответственно, если у вас, вот и все эти слова, ведь, когда метафорически мы говорим, меня прибивает, да, какой-то там новость у меня прибила, действительно получается, что меня, как будто на меня что-то надели, и у меня все так опустилось вниз, у меня сердце опустилось там вниз, да, или там ноги подкосились, вот когда как раз опора теряется, но меня на плечи много взвалили, и мы можем обнаруживать, что это не просто какие-то словесные там конструкции, там, отвлеченные, да, это как раз телесно, очень выраженно, поэтому получается, что если вот у нас есть некая реакция автоматическая, то есть вот, ну, вот вы говорите, приходит сигнал из внешнего мира, какой-либо там стресс, стрессовый сигнал, да, внутри вот этот стрессовый отклик возникает естественным образом, он возникает из каких-то из биологическо-культурных привычек, вот так можно сформулировать, то есть есть какой-то биологический отклик на стресс, есть еще накрученный на это жизненный опыт, и это культура, это наша в целом, в которой вы выросли, в которой вы живете, это воспитание в семье, и это какие-то события в вашей жизни, которые случались, и которые вот как-то прилипали ко всему этому вот такому способу реагирования, то есть получается, что моя как-то жизнь нас научила определенную, мы научились определенным способом реагирования, и тут получается, что если мы вот так и живем автоматически, ну вот мы каждый раз воспроизводим одни и те же паттерны реагирования, если тяжело, то оно там сжимает, или я теряю опору, или еще что-то, и как оказывается, оно далеко не всегда эффективно и полезно, вот, а получается, что если мы добавляем сюда сознание, как еще один элемент опыта переживаемого, что реакция возникает, но я ее осознаю, тогда я могу добавить вот этого противоядия, условно говоря, такого, что вот если меня прибивает, то тут же какая-то естественная, что будет противоположное этому, вот какое-то раскрытие, вырастание, вытягивание, тогда вопрос, как я могу сделать это раскрытие себе, ну вот через физические вот эти, там как-то раскрыть плечи, вытянуть вверх макушку, увидеть пространство, это ведь тоже как-то раскрытие, вот почему я предлагаю через глаза, через видение услышать пространство, это тоже ведет к раскрытию, к широте, почему мы там предлагаем, например, делать практики меты, там, ну вот это пожелание доброты, знаете, может быть, это тоже кому-то пригодится сейчас, но можно выделять из себя доброжелательность в этих формальных практиках, когда мы садимся и вот там, значит, делаем это там, не знаю, по полчаса, а можно ведь делать мгновенную мету доброжелательность, когда вы, например, идете по улице, встречаете прохожих, и этот прохожий может быть для вас таким напоминалкой такой про мету, и вот ему прям такой вот из сердца посылать, пусть там, ну, не говорю, может быть, кому-то и сказать словами прям, но в принципе внутри у него так будь здоров, там, не знаю, будь счастлив, будь и замечать, а что это делает с нами, это действительно меняет, меняет, и вот недаром в этих буддийских текстах сказано, что вот эти наборы этих практик, где мета, это четыре брахма вихара, это значит, вот дружественность, как сказать, вырабатывать, воплощение этой дружественности вот в каком-то намерении, да, быть дружественным, пожелание в таком, дружественность, со-радость, то есть, когда мы можем радоваться за другого, да, вот как у другого что-то хорошее произошло, и я объединяюсь с этой радостью, мне тоже хорошо от этого, то есть, я не завидую им, а вот наоборот, как хорошо, что с тобой это произошло, сострадание, даже если у другого плохо, то я могу испытывать сострадание, с намерением это страдание уменьшить, это важный элемент, вот, и четвертое, это уравновешенность, и вот четыре эти брахмавихары, ну вот, еще там со времен Будды, в общем-то, вроде бы считается, как, ну, в общем, с самого времен, они назывались, как такие защитники, да, то есть, защитники от чего, от, вот этих вот, от стрессовых реакций, в общем-то, да, и вот, я просто делал такие еще довоенные, доковидные времена, такие, как я их называл, антиретриты, это в городских условиях, вот мы там в городе медитировали, там, в каких-нибудь торговых центрах, на кладбищах, на улицах просто, и вот, просто часто люди говорят, что вот я иду, я предлагал, мы идем по улице, прогулкой, группой идем, а нам навстречу, естественно, там прохожие какие-то, и вот этим прохожим мы посылаем вот эти свои, эти, дружественные сигналы, то есть, каждый прохожий, он такой вот для нас, этот, напоминалка про воспроизведение этой дружественности, и люди говорят, что теперь меняется само состояние, да, что эти люди, которые были, ну, либо какие-то никакие вообще, в смысле, что вот мы равнодушны к ним, да, вот идут и идут, и что там, либо даже, ну, как-то они такие подозрительные бывают, они угрожающие, да, какие-то угрожающие, там, какой-нибудь огромный бородач идет какой-нибудь, как-то страшно, вот, а ты ему эту мету, и вдруг этот бородач становится каким-то таким милым бородачом, может быть, не страшным бородачом, понимаете, что это не значит, что все угрозы жизни исчезнут, но просто в определенных условиях, когда в достаточной безопасности, мы можем замечать, что нам необязательно быть все время вот эти вот в защитные позиции ходить, и это действительно меняет что-то, как один, не я придумал эту практику, понятно, что она там существует тысячи лет, но вот один грасмонах буддийский, он говорит, что я это использую, я чувствую это как, он такую метафору, как если бы вы вот, у вас был такой пузырек с духами, с парфюмом, вы его открываете, на мгновение всего лишь этот парфюм, вот запах, появляется аромат, потом он исчезает, но вы его снова открываете, открываете, это какое-то облако этого аромата, который вас окружает, то есть это меняет вас, когда вы раздражаете, вот я просто, я даже там когда статью написал про это, когда еще, опять же, в доковидные времена, да, да, все эти благополучные времена, у нас же много туристов здесь было, а туристы, они что, они такие, они ходят, как, раскорячиваются неудобно, у нас улочки узенькие, он идет, идет, вроде нормально идет, раз, застыл, куда-нибудь смотрит, начинает фотографировать, а ты идешь по делу, я живу здесь, и, конечно, вот это вот, шут, это, да, я не то, что ненавижу, я как-то недолюбливаю в этот момент, раздражаюсь, вот тут эта реакция, моя реакция, она может быть самим напоминанием, хоп, а что я вообще сейчас, а что я делаю, как я сейчас, есть ли какое-то противоядие, вот это противоядие, будь здоров, милый человек, там, ну, какой-то вот приехал к нам, молодец, хорошо, молодец, что приехал, я рад, что тебе тут нравится, так как-то, вот, ну, в общем, это же со мной что-то делает, да, со мной, то есть, я либо воспроизвожу себе, вот это там, не знаю, ненависть, или просто даже раздражение, либо вот я нейтрализую это вот этим вот, лекарством таким, да, вот, и тут это у меня соединяется, знаете, вот с тем, что вы, Галин, сказали потом уже, что вот, ну, вот в Чернигове было одно, а сейчас другое, понятно, что, ну, сейчас вы по сравнению с Черниговым, там, в Киеве поспокойнее сейчас, и здесь важно понимать тоже, что, ну, вот ситуация войны для нас, для большинства, мы не военные люди, вот кто здесь собирается, да, и для нас это экстраординарная ситуация, и даже для тех, кто далеко, мы там сопереживаем вам, вот с тем, кто внутри, а уж вам тем более, да, и мы, конечно, к этому не привыкли, потому что есть люди, которые тренируются, ну, вот военные люди, да, для них это, ну, какая-то такая атмосфера, даже если не в военное время, но они тренируются специально там, вот, чтобы все взрывалось там, ну, вот я в армии служил там, ну, специально вот тренировались там, когда взрывается там вспышка слева, вспышка справа, что надо делать там, да, мы тренировали свою нервную систему на это, когда, вот, мы старались возвращать самообладание, самообладание, когда, ну, вот, сильный вызов такой вот физиологический происходит, вот в боевых искусствах это тренируется специально, да, ведь потому что, когда у вас есть, ну, вот я просто занимался там разными боевыми искусствами, ну, и вот вам бьют в голову, там, да, и у вас, как вот, естественно, телесная защитная реакция, какая-то такая, глаза зажмурить, закрыться, а если вы боец, если вам нужно убедить в этом, то вам нужна другая реакция вообще, обратную реакцию, нужно, наоборот, нужно как, ну, защититься специально, то есть активно защититься, и то есть получается, что очень нужно изменить что-то прям радикально в своей реакции, да, и это поэтому тренируется многими там часами, годами изменение самого способа реагирования, так, чтобы он тоже вошел в тело, и вот тут получается, что мы, понятно, что мы сейчас вот, находясь в своих условиях, каждый в своих, да, у нас каждый свой комплекс чувств возникает, и для кого там там, если у вас, например, воздушная перевога, что-то, какая-то стрессовая реакция, угроза такой жизни сразу же, то там одни реакции, но опять же, чтобы сохранять себя, сохранить самообладание, здесь важно какой-то, ну, опять же, контакт с этим через внимание, через сознание, так, какая реакция, и что может быть противоядием здесь этому, вот опять же, телесное, например, чувство опоры, выпрямление, подышать, и тогда уже действовать, ну, как-то вот действовать не из этой реакции, когда вот такой вот, а как-то с большим самообладанием, что сейчас имеет смысл делать, ну, и многие вот сейчас люди, с которыми мы разговаривали, они уже рассказывают, что они как бы научаются этому, в принципе, вести себя, для никого из вас, это ненормальная ситуация, когда воздушные тревоги, и бомбежки и все, но как бы научаемся как-то, вот, а кто мы далеко находимся сейчас, у нас там свой комплекс чувств, там чувства вины, там огромное какое-то сопереживание, наваливается что-то свое, и вот это наваливается, опять же, это какой-то комплекс переживаний, у которых есть определенные качества, и можем соприкасаться с этим, опять же, находить, какое именно противоядие сейчас будет для этого хорошо, какая противоположность этому, и опять же, через телесные какие-то проявления, вот, поэтому, вот, здесь, просто вот эта осознанность, в смысле, что-то контакт, первичный контакт с реакцией, потом следующий выбор, что может быть, что может помочь здесь, тоже, опять же, телесно, в основном, тогда это потихонечку перестраивается, тогда мы находим, ну, как-то вот, и с практикой, как раз, почему для нас важны и формальные практики, потому что у нас появляется навык в более спокойной обстановке изучать себя, да, вот, окей, вот сюда внимание направил, что чувствую, ага, вот это, сюда, вот это, сюда, вот это, вот челюсть опустила, что-то, язык, ага, там, ну, в общем, вот все вот эти, голова вырастает, что это мне дает, вот мы начинаем как-то распознавать каждый из этих элементов, что это, как это работает, и тогда потом это можно использовать уже в жизни, сильно в каких-то ситуациях, таких в жизни, но это именно тренируемый навык, недаром многие из вас говорят, что пока мы вот тут сидим, даже вот, ну, некоторые только начали фактически практиковать вот с этой вот, с этой группы, которая сейчас у нас вот продолжается, вот 40 дней, там сколько уже больше, и этот навык, ну, вот тренируется, да, мы больше обнаруживаем, мы больше научаемся, здесь больше как-то меняется. Окей, еще кто-то хочет сказать про свой опыт? Сережа. Доброе утро, Чернодар, Валера, доброе утро всем. Сейчас. Я уже третий день во время сидения борюсь с порывами куда-то идти. Интересно, что оно, ну, каждый раз немножко по-разному, но вот до этого, там, скажем, середина недели примерно, вот, было так, прямо так, такой был кайф, ты сидишь, так хорошо, удобно, можно час просидеть, а сейчас почему-то вот нет, начинает что-то такое зажимать, что-то болеть, чесаться что-то начинает, и хочется обязательно там, не знаю, почесаться, поковырять в носу, там, не знаю, что-нибудь еще такое сделать, вот, пойти вообще куда-нибудь уже перестать быть, вот, именно вот, в себе, да, я еще сегодня с утра, у меня вчера был очень такой самотошный день, когда ты как этот, как это у нас говорят, как бешеная таракашка, что делаешь, 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 беспрерывно, как вот, уже не можешь подумать ни о чем, то есть, есть какой-то вот как этот, как Пэкман, ам, 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 надо вот это вот, вычеркивать дела изтуда в листа, вот, и когда я закончил, уже ближе к 10 вечера, я так подумал, наверное, завтра у меня будет очень фиговый день, потому что я буду хотеть продолжать делать вот это ам, 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 да, надо же и отдохнуть, но невозможно отдохнуть, потому что хочется делать ам, 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 это, видимо, что-то дает такое тоже, вот, и сегодня я встал, чувствую, хочу спать, думаю, ну все, раз я хочу спать, значит, я сейчас обратно пойду спать, буду разбитый, весь день будет наперекосяк, вот оно, потому что это я, потому что вчера думал, что я буду хотеть ам, 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 и значит, я себе испортил выходной в результате, все, сейчас пойду горевать по этому поводу, как бы, к черту, в смысле, моя осознанность пошла лесом, я вернулся в то состояние еще свое, которое, вот, мне знакомы из детства, когда ты что-то хочешь, что-то представляешь себе, но ты не можешь его получить, вот, и это, знаешь, что похоже, это вот маленький ребенок, года полтора-два, у него, это есть такая игрушка, сортер, когда тебе нужно, есть у тебя несколько кубиков разной формы, ты должен их в разные отверстия запихивать, то есть круглый в квадрат не запихивается, там какой-то треугольный куда-то еще не запихивается, и вот он сидит, значит, запихивает, и злится страшно, потому что не запихивается оно никак, и вот я вдруг сегодня, вот сейчас мы сидели, я понял, что я, как бы, вот мне пришел в голову образ вот этого сортера, то есть вот у меня есть кубики моей жизни, и я пытаюсь их запихнуть не туда, вот, и это очень много энергии на это на самом деле уходит, вот, и, но и сейчас еще такая, как бы, в общем-то, экстремальная ситуация вокруг, вот, и, как это говорят, война все спишет, и вот хочется сказать, ну, это, наверное, потому что война, да, но у нас сейчас все вот это спишет, ну, а потом, уж потом, вот как она закончится, вот, мы тут начнем, а оно, ну, понятно, что это, ну, то есть непонятно ничего, но мне сейчас, я очень так сильно ощущаю, что вот такой способ помышления, он непродуктивен, в смысле, что это, никакой самообман, да, то есть, то есть, надо, ну, в каком смысле, мне нужно там себе сказать, типа, вернись к себе, сначала начни-ка с себя, вот у тебя есть утро, да, ты на что его можешь потратить, да, ты можешь пойти посидеть там в компании хороших людей, это же тебя зарядит, да, а дальше, как бы, ну, там, накормить детей завтраком, это же тебя зарядит, пойти погулять в лес, да, вот, не думать о том, что ты должен вот это, вот, чтобы это потом, а зачем тебе делать вот это, чтобы, 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 чтобы тебе там начальство сказало, вот какой ты хороший работник, а потом через неделю сказала, вы знаете, в связи с ситуацией мы вас увольняем, ну, вы же понимаете, да, и вот я, как бы, то есть, понимаешь, что я хочу сказать, ты начинаешь зависеть от чего-то, на самом деле, эфемерного, вот, и, и здесь, по крайней мере, вот у меня сейчас, мне получается себе говорить, что я не хочу туда идти, я не хочу от этого зависеть, зачем я буду от этого зависеть, чтобы что было со мной, чтобы меня кто-то погладил по голове, сказал там, как-то говорят, это Golden Star, мне дал в конце, как вот ученику, не знаю, в детском саду, в каком-нибудь, чтобы вот чего, вот, и на самом деле, вот чтобы чего, у меня сейчас, раньше мне казалось, что у меня есть ответы на эти вопросы, вот, до войны, вот, но в этом смысле, как бы, вот эта штука очень сильно, что там, что там, это только предстоит, я думаю, что это не только у меня одного так, но в общем, мне только предстоит осознать до конца, что такое, и до конца на самом деле не получится, вот, что вот эти события, они, как будто бы, пелену с глаз, что ли, стряхивают, выбивают, это как ковер выбиваешь, зимним утром, да, во дворе, из него летит эта пыль, грязь всякая, снег становится черный, я помню, там был маленький, папа так делал, зимой выходили мы во двор, значит, с этим нашим огромным ковром, и фигачили, вешали его там, и фигачили, я понял, так, можно пойти пофигачить, что-то лучше, чем думать о том, что там, ты будешь делать ам-ам-ам, а потом тебе будет от этого плохо, потому что устал, делал не то, что ты хотел на самом деле, да, что ты был предназначен, но вот такой какой-то вот клубок, я вот даже, я не знаю, как бы, понятно, я объясняю, непонятно, но может быть, это и не столь важно, вот, мне просто важно поделиться вот этим, вот, вот, и спасибо, спасибо за то, что как бы здесь вот мы можем быть. Спасибо. Я что, что я у тебя услышал из твоего, вот как я интерпретирую, во-первых, я тоже выбивал ковры с папой, тоже выходили, зимой это был ритуал, вот у всех у нас там, я уже в военном городке, там выходили, да, вот эти вот ковры всех убивали, на снегу им доставали все эти отпечатки, вот, а так вот, ну, мне это то, что ты сейчас говорил, соединяется с тем, что говорил Галина, что вот мы, для чего нам эта осознанность дадина, вот, чтобы осознавать реальность, и вот как ты говоришь, там, вот ребенок, он как учится, действительно, вставлять эти штуки одно в другое, там, вот он пытается встать, вот круглое, оно, значит, в треугольное не вставляется, но он сначала, может, не понимает, он пытается, сует, 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 потом, глядишь, он, ну, что-то в нем там щелкает, что, ну, не работает, вот так надо, понимает, вот так надо, вот так, и научается, и вот, получается, что, как бы, мы когда осознаем, а что мы делаем-то вообще, вот, какая реакция есть, и для чего эта реакция, вот, она такая, да, она подходит, вот как, а мама, вот это вот, подходит это вообще к моей жизни, вот, а что в моей жизни важно-то, и вот, ну, я опять же слышал с твоей речи, что сильно ситуация там войны, или вообще такого, вот любой, наверное, большой, большого такого события, трагического, оно показывает нам, как бы, какие-то важные ценности, но оно, как минимум, обращает внимание наше на это, а что для меня важно, вот действительно, там, детей каши накормить, может быть, важнее, чем, там, что-нибудь другое, там, делать, что ты считал, там, до этого, как-то важным, да, потому что, как вдруг, это становится, почему-то важным, вот здесь вот, какая-то вот эта, инвентаризация ценностей, она сейчас, мне кажется, важна, да, и поэтому я, частью нашей практики, ну, стараюсь делать это вот в конце, да, спроси себя, что для меня важно, да, что вот эти вот вопросы, они как-то падали куда-то внутрь и могли спрашивать, что важно, и тогда, и тогда вот это у меня уже соединяется с тем, что Галина говорил, окей, вот есть какое-то, какое-то ценностное поле, ну, каких-то действий, что мне может помогать туда идти, в том числе, как-то, что мне телесно может помогать, что мне может напоминать, как именно мне проходить это, потому что у каждой ценности ведь есть какая-то своя реализация, свои способы воплощения, и когда мы действуем, мы действуем в основном, ну, как бы телом тоже, ну, в смысле, телом, сознанием одновременно, даже просто, чтобы написать что-то, текст, мне надо на какие-то кнопки нажимать, я пишу вот руками, сказать что-то, мне нужно языком шевелить, стать телесно-телесное действие, то есть, и тут вот как раз нам вот это связывается все, с одной стороны, есть определенные ценности, как некие абстракции, может быть, там, окей, важна свобода, предположим, важна доброта, дружественность, там, важна, не знаю, вот дети важны, почему они важны, вот, потому что с ними есть какая-то определенная связь, определенные переживания, это ценности, соответственно, важно определенным образом с ними взаимодействовать, с детьми, вот, какое-то направление такое, но конкретные воплощения, они всегда моментальные, всегда в каких-то конкретных очень действиях, этот выбор, что я делаю, и там, реагирую, или я отвечаю, для меня вот это, здесь, разница в этих словах, ответ это что-то очень человеческое такое, реакция, это вот такое автоматическое животное, окей, спасибо, Сереж, Оля, вы, я видел, по очереди, вы первые, вроде бы, шагу подняли, так что. Да, да, пустите, здравствуйте всем, я присоединилась, вернулась, у меня произошли несколько очень важных внутренних осознаний и проживаний, прям, наверное, это какие-то новые, опорные, спасибо, я всегда, всегда рада видеть тоже в этом кругу, ну, во-первых, я все, весь этот период, я слушала вот эти подкасты Дхарма военного времени и очень многие вещи откликались и вообще очень были ценные, спасибо всем, кто принимал участие в каждом из подкастов и то, что вы, Валера, это скруппировали. По поводу вот этих важных точек, у меня весь, вся моя предыдущая жизнь, она была под таким девизом, я никак не могла научиться позволить другим быть другим, вот этот контроль, вот это как вам лучше поступить, такие энергозатратные вещи, ну, и вот на протяжении, наверное, этого года это был такой подход к тому, чтобы все-таки позволить другим быть другими, и то, что это произошло до вот этих трагических военных действий, прямо было тоже таким осознанием и ценностью, ну, по факту это на моих детях, потому что они разделились и сейчас они по разные стороны, и то, что я заметила, вот это изменение, что я позволила одному стать, ну, как бы принять эту позицию одного и другого, и сейчас очень ценно, что каждый из них со мной делится своими, своей точкой зрения, своими переживаниями, своей проявляют свою реакцию, и я эту реакцию принимаю, и самое, вот что я обратила внимание, вот я говорю дочке, твой брат на тебя очень сильно злится, и очень сильно обижен, и я вот вижу, как она вспыхивает, и я обнимаю ее с этой вспышкой, и во мне такое тепло к ней, потому что я не смотрю на вспышку, а я смотрю на боль, которую она испытывает, что стоит дальше за этой вспышкой, что стоит дальше за этим противостоянием, за этой реакцией на реакцию брата, и вот для меня вот сейчас ценно именно вот эти объятия, которые у меня получается делать, и точно так же по отношению к сыну, он вот, я ненавижу, я всех русских ненавижу, он русский парень, я ненавижу тех, кто эвакуируется в Россию, ну короче, и я понимаю, что я в этот момент его обнимаю, я его качаю, и я позволяю и себе с одной стороны воспринимать эту реакцию, и ему так реагировать, я не противостою, и для меня это прям, ну прям такой большой шаг в моем, в моей эволюции внутренней, вот, и, конечно, я вижу, что за моей реакцией есть, ну, внутри этой реакции есть не разрушение меня и не разрушение этих отношений внутри семьи, а есть, ну как минимум, какая-то, какой-то ресурс, пока не знаю какой, но я вижу, что я могу там опереться, это раз. Второй момент, я даже написала, ну, вы знаете, Иру Ковальчук, да, на какой-то период жизни, вот где-то лет пять, наверное, мы с ней работали, она была моим психологом, потом стала подругой, вот, и я ей написала, Ирочка, говорю, вот, после того, как произошла вот эта история «Позволь другим быть другими», я столкнулась с таким феноменом «Позволь себе быть собой». я прожила одну ситуацию, это было прямо вот на днях, тоже у меня был один человек, мы с ним были десять лет вместе, он был моим коучем, много мы прошли, он на многое мне открыл глаза, я ему признательна, и вдруг, вдруг в какой-то момент устал манипулировать очень дешевыми средствами, я озвучиваю, ты знаешь, говорю, у меня сейчас очень тяжелый период, я не могу сделать то, что ты меня просишь, вот у меня сейчас брат, он на востоке, и он до сих пор не может эвакуироваться, и он находится в этом бомбоубежище уже вот эти все 40 дней, то есть он меняет эти бомбоубежища, да, он мне прислал фотографию, там относительно комфортно, там чисто, там есть санузел, есть кухня, есть еще какие-то люди, которые не планируют эвакуацию по каким-то причинам, но сейчас там накапливается как бы вот это нарастает напряженность, и скорее всего, что там будет очень сильно горячо, в общем, и вот эта тревога, она была какой-то несколько дней прям вот с нарастанием, да, вот тишина, у нас тихо, эта тишина тревожная, и я эту тишину прямо на себя начала примерять, ну, вернее, как бы тянуть к себе и тонуть в этой тишине, ну, как бы в тревоге, давление поднялось, никак я не могла с ним справиться, вот, и я говорю, ты знаешь, говорю, я не могу теперь выполнить то, что ты меня просишь, и я стала отстаивать эту свою позицию, что я имею право прожить, несмотря, что там он виноват в том, что он не может выехать, кто бы как не интерпретировал, но я хочу это прожить, и когда я это услышала от самой себя, думаю, юки-палки, а я же стала сильной, и я опираюсь, вот, то, что я говорила, у меня даже на рабочем столе на телефоне, на рабочем экране написано, твоя опора внутри тебя, и то, что я стояла на одной ноге с закрытыми глазами, и вот, искала этот баланс, и вот это все, оно сработало в момент, когда мне нужно было дать отпор, ну, выбрать, что мне важно, по сути, и чтобы кто не говорил, что ему это важно, я уважаю то, что тебе важно, но дай мне выбрать то, что мне важно, и в общем, я опять же оттуда пошла, вот эта энергия, на которую можно опереться, и вот этот, я Ириной писала, когда это, она говорит, Оль, ну, сейчас, говорит, жизнь тебя пригласит на танец, или ты ее, я стала рассматривать, любую ситуацию, то, о чем вы сегодня сказали, что каждый человек, да, это можно ему дать что-то из своего сердца, вчера так же, это уже, уже вчера у меня это произошло, и вот эти моменты, когда сначала бессилие от того, что ничего не можешь изменить вообще в этой абсурдной ситуации, а с другой стороны, есть какие-то моменты, когда вот можно дать этот, это сердце, это тепло, этот свет, откуда-то он берется, и где-то вот, когда я уже почувствовала, вот, что я, да, я стою, и у меня есть границы, вот, я много раз слышала про, вот, надо выстраивать границы, отстаивать границы, ну, короче, я не знала, вообще, что это такое, и тут я вдруг это почувствовала, и в этот момент у меня всплыл вот этот круг иньянский, и он меня прям вот сопровождает, как такая картинка фоновая, вот фоновая, и есть черная часть, которая содержит, все равно она содержит эту белую точку, может быть, этой черной части сейчас много, но вот для меня белая точка, что мой брат вот в этом более-менее чистом месте, и более-менее защищенном, и что мой сын ищет варианты, как его оттуда вытащить, вот это белое, и я вот смотрю в эту белую точку, и я хочу, чтобы она расширилась на вот эту белую часть, и чтобы вот эта чернота, она стянулась до белой точки, до черной точки в белой части этого круга, как-то вот так это варю внутри себя, в общем, вот это интересно было, и третий момент, вчера прямо у меня был день интересный, мне нужно было пойти за покупками, там, купить обувь, ненавижу покупки, ненавижу вообще шоппинг, ну, до сих пор ненавидела, он был для меня очень энергозатратным, зайти, померить, снять, переодеться, и вот это все, это все я выходила как выжатый лимон после всех этих мероприятий, и старалась всегда заказывать уже потом по интернету, и тут мне ну, вот, мне прям вот погода поменялась, мне срочно нужны туфли, я пошла. Я ходила из той позиции, что я просто рассматривала, я рассматривала людей, как они хотят, они идут каждый раз, продавцы, да, и они идут для того, чтобы накормить свою семью, вот я как-то это раньше у меня была такая позиция, вот гады, они сейчас мне хотят что-то тут получить, то, что мне не нужно. И я там на одной продавщице зависла, ну, правда, она хотела мне что-то продать, было видно, что она хочет продать, а мне ничего не подходило. Я говорю, вы знаете, вот мне так приятно, что вы хотите мне сделать лучше. Я говорю, я к вам вернусь, но вы меня сейчас просто поймите, мне ничего сейчас не подходит. И как-то вот дала опять то, о чем вы говорили, да, вот тепло это, что я оценила ее старания, то есть я о чем говорю, мое восприятие изменилось. Вот восприятие многих вещей, восприятие того, что брат там находится, я разделила все ответственности. Его ответственность, что он оказался в этой ситуации, потому что он не позаботился о своих документах тогда, когда это можно было сделать. Ответственность моего сына, что он сейчас все делает для того, чтобы его вытащить брата моего. Ответственность себя, что я могу или сейчас лечь умереть, называется, и дальше вот у меня сейчас ну как бы пойду к 60-летию и думаю, хорошо, я же не иду там к 40-летию, а иду к 70-80. А если я сейчас себя растерзаю на вот эти все клочки, как я должна старость встречать? В общем, я как-то внутри себя вот эта мобилизация и с одной стороны мобилизация, с другой стороны вот это разложить по полочкам, принять. И даже вот я прошлась поэтому, да, я купила там все и потом у меня был какой-то короткий момент до того, пока транспорт придет, я поеду домой. И я там остановка была в квартале от моря. Я вышла прямо на берег, прямо берегу в море. И просто на 15-20 минут села и смотрела. И вот точно так же, как я по рынку ходила или там в эти магазинчики заходила, я наблюдала за ливнем, точно так же я села, и просто вода, вот речка впадает в море, и вот птицы кричат, чайки кричат, и вода журчит, и вот это присутствие, и опять это все наполнение. Я пришла домой, я говорю, слушай, я как будто была в отпуске, но это очень давно не было, знаете, Валера, и это даже элементарно сесть на камни, я там что-то подстелила, и чувствовать, что подо мной, да, подо мной камни, и вот река бежит, и вот она в море впадает, и это прямо мощно, спасибо, прямо вот прям такое спасибо за эту науку, ну вот эту практику, это практические вещи, прямо вот большое спасибо, и всем, кто делится своим проживанием, прямо очень, это очень большая ценность, спасибо. Спасибо. Спасибо за вашу историю. Лиза, вы тоже уже руку подняли давно уже, кажется. Да, доброе утро, Валерия, доброе утро всем. Во время сегодняшней практики у меня был очень такой интересный момент, и даже неожиданный, он был про доверие. Когда был момент, вы говорили, что ощутить вот этот стул или поверхность, на которой вы находитесь, и поймите, что вот эта поверхность вас держит. Я сидела на стуле, у меня такой чуть-чуть высокий, у меня ноги не до конца доставали до пола, и у меня была картина, что вот я сижу на этом стуле, и вокруг пустота, абсолютная пустота, и я настолько доверяю этому стулу, который так хорошо меня держит, чтобы не провалиться в эту пустоту, у меня было такое огромное чувство благодарности к этому стулу, и вот этот момент доверия. В последнее время мы все говорим об опоре на себя, на что-то внутреннее, но мне очень не хватает опоры на внешнее, и вот это было очень так неожиданно, что вот это было, этот момент был опорой на внешнее, и он, и вот эта опора, она меня держит, она мне дает возможность жить дальше, не провалиться. За это огромное спасибо, и хотел еще спросить, но как-то могли бы вы еще как-то порекомендовать, как это еще можно практиковать именно на внешнее, опора, доверие на внешнее, мне вот этого, например, сейчас очень не хватает, потому что опора на внешнее, вот это как-то все порушилось. Спасибо, Ильич. Ну, да, это не вот почему близок, например, путь дзен-буддизма, потому что там в целом в идеологии во всех этих идей заложена такая основная идея, что нет никакого разделения на внутреннее и внешнее, но в том смысле, что оно есть, но оно условно, что это все время какое-то происходит взаимодействие одного на другое, и поэтому опять же в традиции дзенской там очень много каких-то таких практик направленных на отношения с чем-то или с кем-то, с вещами, например, с кем-то, то, что мы называем там, поэтому какие-то вот такие вещи, как вот там чашки всякие, поэтому там много в традиции в дзенской именно таких, знаете, практик, вовлеченных в активную жизнь, и вот каждое там дело может быть превращено в такое искусство, там вот как, почему там всякие чайные церемонии, там, или искусство там составления букетов, поэтому часто это с какой-то красотой, с эстетикой связано, но также это может быть и какие-то вот там, ну, приготовление еды, какие-то такие простые бытовые действия, или вот там даже, вот я сегодня упомянул боевые искусства, все это искусство, как мы называем это искусствами, а вот в японской, в китайской традиции это называется дао или до, то есть это путь, то есть если это путь боевого искусства, определенный путь вот определенного стиля там сражения, путь чая, составления букетов, вот это все пути, да, и почему это путь, потому что вот мы, когда мы говорим про путь, мы опираемся ведь на путь, да, мы ставим ноги на пути, и вот здесь тогда сильно, вот опять у меня это лично то, что вы сказали, сейчас, меня соединяет с тем, что мы до этого говорили, вот осознанность как основной элемент распознавания, где я сейчас, что со мной сейчас, да, я направляю, вот мы направили внимание на что-то и себя в этом увидели, как-то себя узнали в этом, окей, вот сейчас я где, сейчас я как, вот, и когда вы говорите, что я теряю опору на внешнее, тогда это просто первый пункт распознавания, вы отдаете себе в этом отчет, вы говорите, окей, сейчас так, тогда опять же использую то, что я уже говорил, если мы осознаем что-то, что по большому счету нас не устраивает, вот как вы теряете опору и это вы переживаете как нехорошее для себя, что вам важно опираться на что-то, причем вы распознаете, что важно опираться на что-то внешнее, тогда следующий вопрос для вас, и здесь, понимаете, у меня нет каких-то готовых ответов, где ваше внешнее, на что можете опереться, потому что, вот я сказал про эту физическую опору, и это действительно один из факторов, если мы обращаем внимание телесное переживание опоры, то это потихонечку дает нам внутреннее как раз переживание опоры, но дальше уже, если для вас становится это важно, вы просто осознаете, так, для меня это сейчас важно, тогда какие внешние опоры еще могут быть, я могу опять попробовать внести в свою жизнь, и вот здесь это очень важно, что мы пробуем, что мы как-то делаем, ну, с таким, входим в контакт с чем-то, ну, с таким отношением, вот, ну, окей, если я проведу эксперимент, попробую, вот, как мы сейчас провели эксперимент, если я попробую опереться, ну, просто осознать, вот, что стул меня держит, что это мне даст, и оказывается, что оно что-то дает, а другой человек вот обратит внимание и скажет, да ничего это не дает, окей, это вот так для него, а для вас это сработало, дальше вы, ну, какие еще опоры внешние, вот, может быть, я не знаю, это пока вот я так накидываю там, а вот люди какие-то, да, и вот наше пространство, например, вот то, что мы тут рассказываем друг другу, все эти истории, мне очень ценно, что каждый делится какой-то своей жизненной историей, мы видим их разнообразие, что каждый действительно как-то вот в своей жизни живет и вот такая у него история разворачивается в связи с его судьбой жизненной историей, окей, но одновременно с этим мы выкладываем их сюда, вот так вот, в общее пространство, мы и это пространство создаем своими историями и опираемся фактически друг на другу, мы слышим друг друга, мы говорим, что окей, мы вместе, вот несмотря на всю разницу нашу, мы вместе, а может быть там в вашей жизни вот кто-то есть, с кем можно там поделиться, поговорить там, я не знаю, вот какие-то внешние опоры вот через отношения с кем-то, выстраивание может быть специально этих отношений, какой-то определенного сорта отношений, определенного качества, я не знаю, творчество, вот для меня внешне, ну, внешне это какое-то взаимодействие с тем, что с каким-то материалом, ну, я, например, там какие-то тексты или вот там разговоры опять же с людьми, это какая-то форма творчества, но это тоже такое отношение, вот есть я, мой какой-то внутренний мир, есть внешний я, с чем я вхожу в отношениях, вот, то есть, ключ здесь для меня лично, это отношения именно, вот отношения со стулом, когда я фактически говорю, что вот ты стул, ты есть здесь, да, ты здесь что делаешь, а стул мне говорит, я здесь для тебя сейчас, да, вот в данных, в данной ситуации, прямо сейчас я здесь для тебя, я тебя держу, фактически это такой диалог, бессловесный, да, диалог, приходящий через ощущения к нам, вот, и эти диалоги многочисленные могут быть вот с чем угодно, вот там, я говорю, что с вещами, как мы их чувствуем, не знаю, сейчас вот все-таки у большинства из нас весна наступает как-то, да, по-разному там, у кого-то теплее, у кого-то холоднее, но все-таки начинается, соответственно, может быть, какие-то прогулки добавлять, вот как Оля говорила там, вчера вышла гулять, да, и этот контакт с природой, которая сейчас начнет или уже начинает раскрываться, вот как это, есть ли здесь какая-то опора, через внешнее вот это видение какой-то красоты, может быть, да, ну вот такие какие-то, опять же, если вы просто замечаете, что вам важна опора на внешнее, тогда где это внешнее сейчас для вас и в чем оно действительно может оказывать эту опору, это такой вот вопрос, который мы можем себе задавать, мне кажется. Да, спасибо, очень полезно. Спасибо вам, Листь. Окей, еще вот Ирина написала, благодарю Валерии группу, каждый день выхожу после практики с вопросами или идеями для дальнейших размышлений. Да, это хорошо, когда мы уходим с новыми идеями, размышлениями и вопросами. Хорошо, давайте сейчас будем завершать. Большое спасибо всем, кто сказал и всем, кто вообще был здесь и молча слушал тоже. Всем спасибо, потому что я постоянно об этом говорю, что это пространство создает с каждым из нас, вот с этим соприсутствием, и как раз вот это, что мы эти истории каким-то доверяем друг другу здесь, свои, мы создаем какое-то одно общее, одно общее пространство. И те, кто не говорит, в вашей части тоже так же важно, потому что вы их слушаете. То есть всегда важен вот этот контакт, кто-то говорит, тот слышит. Это обоюдный процесс. Окей, спасибо, и до завтра. Счастливо. Пока.